Росток, не пробивший асфальт. Источник изображения «Уоспорт датру» В конце 80-х годов прошлого века стало понятно, что в Большом вооруженном конфликте советским мотострелковым частям будет недоставать огневой мощи, которой располагал основной транспорт пехоты бронетранспортер БТР-80. Наличие двух пулеметов 14,5 мм КПВТ и 7,62 мм ПКТ уже не позволяло решать все огневые задачи, которые могли возникнуть перед мотострелковым отделением. В первую очередь удручала невозможность борьбы с современными бронированными целями, единственным средством поражения которых остался РПГ-7 штатного гранатометчика. Это прекрасно понимали в СКБ Горьковского автозавода, поэтому в середине 80-х годов там начались поисковые работы по формированию облика перспективного бронетранспортера. Осознанная необходимость Идея и идеология построения новой машины принадлежала Александру Григорьевичу Мосягину. В 1989 году был создан эскизный проект перспективного бронетранспортера. Основной задачей стало создание боевой машины с огневыми возможностями и защищенностью на уровне современных БМП. Обязательным условием оговаривалось наличие скорострельной автоматической пушки и противотанкового ракетного комплекса. Проект представили в Главной автоброне танковое управление, где идея получила одобрение. Были открыты опытно-конструкторские работы по созданию перспективной колесной боевой бронированной машины. Тема получила наименование «Росток». БТР-90 с номер 2 Б-12 и Иль Т-1932 на выставке «Айдлов» 2008. Рядом стоит БТР-80, а можно примерно представить разницу в размерах машин источник изображения. «Воспот.ру» По компоновке новый бронетранспортер не отличался от БТР-80. Проектировалась четырехосная бронированная плавающая машина с передним расположением боевого отделения, десантным отделением в середине корпуса и задним расположением моторного отсека. Бронирование в лобовой проекции обеспечивало защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, по бортам от крупнокалиберных пулеметов, а в корме от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Комплекс с вооружением с боевым отделением решили взять от БМП-2. Это позволяло по огневой мощи вывести бронетранспортер на уровень боевой машины пехоты, а также решало вопрос по комплектации серийных машин, поскольку боевое отделение БМП-2 уже несколько лет находилось в крупносерийном производстве. Кроме того, все планы по модернизации БМП-2 в плане замены боевого отделения можно было применить и к БТР-90. Однако применение такого боевого отделения влекло за собой значительное увеличение размеров корпуса, поскольку боевой расчет бронетранспортера оставался прежним 10 человек, командир, механик-водитель, наводчик-оператор и 7 мотнострелков. Увеличение корпуса, естественно, привело к увеличению массы, и сразу встал вопрос о наличии, или, вернее, отсутствии подходящего двигателя. По расчетам, требовался дизельный агрегат мощностью 450-500 ЛС, а таких было всего два – Барнаульский УД-29, серийно производившийся для БМП-3, и Челябинский 2В-06 для машин семейства БМД-3. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Машина готовится к отъезду, башня и пушка зачехлены. Перед рабочим местом механика водителя установлен колпак для движения на марше. Большой источник изображения – WarSpot.true, благодаря применению бортовой схемы трансмиссии удалось улучшить управляемость и маневренность бронетранспортера. На мягких грунтах он мог разворачиваться по танковому, фактически на пятачке. На дорогах бронетранспортер мог двигаться, не снижая скорости в поворотах, поскольку на какую величину увеличивалась частота вращения выходного вала за бегающей стороны, на такую же уменьшалась частота вращения выходного вала отстающей. Гидромеханическая коробка передач была реверсивной, что позволяло бронетранспортеру двигаться с одинаковыми скоростями как вперед, так и назад. Это тоже очень сильно повысило маневренность машины. Отбор мощности к водометам и насосу гидроуправления трансмиссией производился независимо от выбора передачи. Денег нет, но вы держитесь. Машина получалась с большими перспективами как в плане модернизации, так и с точки зрения применения шасси для монтажа различных систем вооружения и оборудования. Ничто не предвещало беды, но Советский Союз исчез с карты, а новая страна начала свое существование в условиях глубочайшего экономического кризиса, что, естественно, напрямую отразилось и на военно-промышленном комплексе. По этой причине первый опытный образец нового бронетранспортера построили только в 1992 году, а летом 1994 года появился второй. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Вид на правый борт. Верхняя часть десантного люка открыта, как и бойница за ним источник изображения. War Spot.ru 12 сентября 1994 года в Нижнем Новгороде открылась первая и впоследствии оказавшаяся единственной международной выставкой армарка вооружения. Военная техника. Конверсия, которая должна была показать руководству Министерства обороны и потенциальным заказчикам перспективы и возможности российского оборонно-промышленного комплекса, и в первую очередь Нижегородского региона. На выставку приехал тогдашний министр обороны ПС. Грачев, специально для которого буквально на два часа привезли второй опытный образец перспективного бронетранспортера. Там же озвучили его имя БТР-90. Хотя об этом и не стоило говорить, до принятия на вооружение было очень далеко. Новый бронетранспортер, получивший обозначение ГАЗ-5923, произвел впечатление. Огромная по сравнению с БТР-80 машина с башней от БМП-2 притягивала многие взгляды. После осмотра министром обороны работники автозавода оперативно зачихлили росток, и он быстро покинул территорию выставки. Однако за короткое время, что машина пробыла на выставке, о новом бронетранспортере удалось составить впечатление. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. На левый борт. Перед бортовым люком бойница для пулемета, на крышке люка и за ним для автоматов источник изображения, что же представлял собой ГАЗ-5923. Как уже говорилось, по компоновке он не отличался от БТР-80, четырехосная бронированная плавающая машина с передним расположением боевого отделения, десантным отделением в середине корпуса и задним расположением моторного отсека. На этом сходство заканчивалось. БТР-90 был значительно больше БТР-80, по длине на 475 мм, по ширине на 200 мм, а по высоте на целые 600 мм. Полная масса машин увеличилась более чем на 7000 кг по сравнению с предшественником и достигла 20920 кг. Сварной бронекорпус из плоских стальных листов немного напоминал БТР-80 за исключением того, что на лобовом листе не стало характерных для 80-ки закрываемых в броне крышками окон ресничек. В боевом положении механик-водитель наблюдал за дорогой в перископические приборы, а в походном, как на танке, находился под защитой брезентового колпака со стеклом. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Крыша моторного отсека конструктивно схожа с применяемой на БТР-80. Выхлопные трубы размещены в кожухах, створке системы охлаждения, открытый источник изображения, для механика-водителя и старшего стрелка были предусмотрены индивидуальные люки в передней крыше корпуса. Командир и наводчик-оператор попадали на свои рабочие места через люки башни. Для десанта предусматривались два распашных люка между второй и третьей осями по типу БТР-80, а также два люка на задней крыше корпуса. Для стрельбы из автоматов и пулеметов мотострелков в боевом положении в бортах корпуса имелись бойницы – три на левом борту и четыре на правом. Вооружение бронетранспортера соответствовало вооружению боевого отделения 675 СБ-119, устанавливавшегося на серийную БМП-2. В его состав входила 30-мм автоматическая пушка 2А-42 с Б комплектом 500 снарядов. Могли использоваться следующие снаряды – осколочно-фугасно-зажигательные три УОВ-8, осколочно-трассирующий три УОВ-6 и бронебойно-трассирующий три УБР. Подача была двухленточная, лента на 340 выстрелов с осколочно-трассирующими и осколочно-фугасно-зажигательными снарядами, и на 160 выстрелов с бронебойно-трассирующими. Спаренный с пушкой пулемет 7,62 мм пулемет ПКТМ имел Б комплект 2000 патронов. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Хорошо видны заслонки водометов. Два круглых люка в верхней части корпуса крышки заправочных горловин топливных баков. Источник изображения – «УОСПОТ ДАТРУ». В башне устанавливался электромеханический двухплоскостный стабилизатор 2А-36-4. На крыше башни размещалась пусковая установка 9П-135М-1 противотанкового комплекса «Конкурс», которая могла вести стрельбу управляемыми ракетами 9М-111, 9М-111М, 9М-111-2 и 9М-113. Боекомплект состоял из четырех ракет, перезарядка производилась вручную. Внутри корпуса были предусмотрены укладки для ПЗРК-9К-34М с запасом в две ракеты, одного пулемета ПКМ с Б-комплектом в тысячи патронов, восьми автоматов, гранатомета РПГ-7 с пятью выстрелами к нему, девяти гранат Ф-1 и сигнального пистолета. Наводчик имел комбинированный прицел БПК-2-42, командир дневной прицел 1ПЗ-3 и ночной ТКН-3Б. В качестве осветителей для ночных прицелов использовались инфракрасные прожектары ОУ-3ГАМ и ОУ-5. На башне также располагалась система постановки дымовых завес 902В в составе 6,81 мм гранатометов с гранатами 3Д-6 или 3Д-6М. Средства наблюдения состояли из 15 перископических наблюдательных приборов ТНП-170А и 2ТНПТ-1. Для вождения в ночное время у механика-водителя был прибор ТВН-5. Средства связи состояли из УКФ-радиостанции Р-173 и танкового переговорного устройства Р-174 на 5 абонентов. Первый опытный образец БТР-90 на выставке в Нижнем Новгороде, 1994 год. Хорошо видна башня с комплексом вооружения от БМП-2. Справа стоит главный конструктор бронетранспортера АГМ Осягин. Источник изображения УАСПОДАТРУ. Силовая установка состояла из силового блока 950Б с двигателем 2В-062М. Механизма передачи поворота с автоматом переключения передач АУ-9 как и двигатель, заимствованного с БМД-3, а также двух раздаточных коробок, восьми бортовых передач и восьми колесных редукторов. Применение колесных редукторов позволило увеличить клиренс бронетранспортера до 500-510 мм. Независимая подвеска конструктивно была подобна подвеске БТР-80. Каждое колесо подвешивалось на двух образных поперечных рычагах. В качестве упругих элементов использовались продольные торсионы. В подвесках первой и четвертой пар колес устанавливались подвор телескопических гидроамортизатора на колесо. В остальных подвесках по одному на колесо. Колеса дисковые, с разъемным ободом и шинами ОИ-25 размерности 14Р20, заимствованными у грузовика Урал-4320. Они имели систему регулирования давления в шинах и позволяли продолжать движение при отсутствии избыточного давления в шинах. Рулевое управление с гидравлическим усилителем воздействовало на колеса первой и второй осей. Боковая проекция БТР-90 источник изображения Трансмиссия позволяла разгоняться до 100 км в слеж час по шоссе и обеспечивала среднюю скорость движения по грунтовым дорогам до 50 км в слеж час. Движение на плаву со скоростью 10 км в слеж час осуществлялось с помощью двух гидрореактивных высоконапорных водометов с механическим приводом, расположенных в кормовой части корпуса. Управление на воде осуществлялось или поворотом колес, или отключением одного из водометов. Запас топлива размещался в трех баках емкостью 660 литров. Это обеспечивало запас хода до 800 км по шоссе и до 12 часов на плаву. Бронетранспортер был оборудован системой защиты от оружия массового поражения, средствами дезактивации и дегазации, системой автоматического противопожарного оборудования, водооткачивающими средствами и средствами обеспечения обитаемости. Схема ходовой части первого образца БТР-90, сделанная автором статьи после показа бронетранспортера на выставке в Нижнем Новгороде в 1994 году. Источник изображения После показа на выставке для проекта ничего не изменилось. Министр обороны положительно отнесся к перспективному бронетранспортеру, но денег у военных не было. Работникам СКБ было предложено развивать тему самостоятельно в надежде, что в свое время деньги появятся, и опытно-конструкторские работы будут оплачены. Работы по теме Росток продолжились. Продолжение следует. Источники и литература Изделия К-1-7 Техническое описание Паспорт экспортного облика бронетранспортера БТР-90 Александр Кощавцев Право на данный материал принадлежат УОСПОТ Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин